Осень в лес пришла. Зелёными остались только сосны и ёлки. Другие деревья стали делаться жёлтыми, рыжими, красными. Но больше всего, конечно, жёлтыми. И листья с них полетели. Плывёт по воздуху листок, падает в траву, шелестит шушу-шурх. Ветер холодный между деревьями шумит. Обрадовалась лиса Лариска. Вот как хорошо всё выходит, думает она. Жёлтые да рыжие листья на мою шкуру похожи. Наметёт их ворохами по канавам. Спрячусь я туда и подстерегу зайца Коську. Он-то меня среди жёлтых и рыжих листьев не заметит. А я его ам и съем. А заяц Коська первый год на свете жил. Осенью ещё не видел. И очень боязно ему было. Ночью спать не может. Шум кругом стоит, шелест. А ему кажется, подползает кто-то. Съесть его собирается. Смотрит он, смотрит в темноту. Глаза лапами продирает. А всё ничего не видать. Утром встал. Холодной водой глаза промыл. Пойду-ка я, решил он. Похожу, поброжу, с ежом Кирюхой поговорю. Он четвёртый год на свете живёт. Может, расскажет что-нибудь. Пришёл он к дому ежа. В дверь постучал. Никто не отвечает. В окно постучал. Тоже никто не отвечает. Может, заболел ёж Кирюха, подумал заяц Коська. Может, ему скорая помощь нужна. Придётся без приглашения заходить. Зашёл в сене? Нет никого. Зашёл на кухню? Нет никого. Отыскался ёж Кирюха в самой дальней комнате, где и окон нету. Что это у тебя, ёж Кирюха, так темно и сыро? Удивился заяц Коська. Может, заболел ты? Ох, зевнул ёж Кирюха. Ничего я не заболел. Я просто спать хочу. Так ведь спать ночью надо, а сейчас утро. Ничего ты не понимаешь, сказал ёж Кирюха и опять зевнул. Осень вон пришла. За ней зима со снегом и морозом. А мы, ежи, всю зиму спим. Не есть нам, не пить не надо. Спим и всё. Так что ты иди по своим делам, а я устраиваться буду. Весной приходи. Может, чего расскажешь. Ну и ленивый этот ёж Кирюха, подумал заяц Коська. Это ж надо всю зиму спать. Бока, наверное, болеть будут. Пойду к медведю Потапу. Может, он чего посоветует. Медведь Потап около берлоги лежал. Голова на лапах, глаза закрыты. Поздоровался с ним заяц Коська. Не слышит медведь. Поздоровался второй раз. Опять не слышит. Тогда чуть не в ухо крикнул. Здравствуй, медведь Потап. Открыл медведь один глаз наполовину. Спросил сонным голосом. Это кто тут шумит? Да это я, заяц Коська. А чего тебе надо? Я спать хочу. Так ведь спят ночью, а сейчас утро. Ничего ты не понимаешь, добродушно проворчал медведь Потап, удивляясь, что заяц не знает таких простых вещей. Мы, медведи, как зима наступает, все время спим. Я мороза и снега не люблю. У меня лапы мерзнут. Ох, помрешь ты от голода, медведь Потап. Не помру. Я под шубой. Знаешь, сколько жира запас? До теплых дней хватит. Ты ко мне весной приходи, новости расскажешь. А сейчас ступай. Только вон в углу лыжи стоят, себе их возьми. В прошлом году я их мешутки сделал. Да теперь он вырос. Малы они ему. Да зачем мне лыжи, удивился заяц Коська. Я на них и ходить не умею. Ты бери, бери, зима придет, научишься. Ни лиса, ни волк тебя не догонят. А ко мне весной забегай, поговорим. И опять закрыл медведь глаза. Дремать стал. А заяц Коська хоть и не понял, для чего ему нужны были лыжи, забрал их и отнес домой. После обеда пошел он искать бобра Борьку. Может, он чего интересное расскажет. Берег речки от дождей скользким сделался. По воде от ветра волны гуляют. А бобер Борька лозовые ветки грызет и куда-то под воду таскает. — Здравствуй, бобер Борька, — сказал заяц Коська. — Не знаешь ты, что у нас в лесу делается? Ёжкирюха совсем ленивым стал. Даже разговаривать не может. У медведя Потапа только один глаз наполовину открывается. Говорят, спать всю зиму будут. — А как ты, бобер Борька, тоже спать ляжешь? — Я в свою хатку под берегом спрячусь. На реке лед станет, а там тепло. Буду лозу грызть, когда книжку почитаю, когда посплю. Вот как разлив кончится, приходи, ладно? А сейчас мне некогда, работы много. Совсем скучно стало заяцу Коське. Даже плакать хочется. Один он остался, поговорить и то не с кем. Идет он, голову повесил. Да вдруг слышат на елке. Цок-цок. Что это ты, заяц Коська, скучный такой? Или беда какая приключилась? Смотрит заяц Коська. Это белка Ленка на елке сидит, шишку грызет. Рассказал он ей и про ежа Кирюху, и про медведя Потапа, и про бобра Борьку. — Ну и пусть спят, — сказала белка. Они от веку лодыри. Зимой в лесу знаешь, как хорошо. И не голубой на ветках, снежок пушистый, в мороз небо синее. Весь день гулять хочется. А то все лето да лето, скучно даже. Эх, побегаем мы с тобой на перегонки по сугробам. А ты не будешь спать, белка Ленка? Не буду. Спасибо тебе. А то совсем не скучно стало. Я к тебе часто буду приходить, ладно? Приходи. Повеселил заяц Коська. Будет все же у него компания на зиму. Даже песню сочинять на ходу стал. Осень наступает, дождь со всех сторон. Липа лист роняет, лист роняет клен. В иглок спрятав брюхо, месяцев на пять, Ляжет ежки Ирюха беспробудно спать. Пусть ему приснится солнце и река, Травка медуница, сорок три жука. А я спать не стану, утром выйду в путь, Белую достану шубу где-нибудь. К белым тучам близко белая земля. Эй, лиса Лариска, отыщи, где я? И только пропел это заяц Коська, Справа от него зашевелилось что-то желтое с рыжим, На листья похожие. И не успел он ничего сообразить, Как ему бок словно обожгло. Прыгнул он, что было сил, Стрелой через пень перелетел через ямку, За большим дубом остановился отдышаться. Глянул назад, а на полянке Лиса Лариска сидит. Хи-хи-хи, засмеялась лиса Лариска, Что, попробовал моих коготков? Это я еще сытая, тяжело мне прыгать, А то съела бы я тебя, И косточки по кустикам развесила. Ну да никуда ты от меня не денешься, Теперь всюду желтые рыжие листья На мою шкуру похожи. Спрячусь среди них, И не заметишь, Сам в рот попадешь. И дружки твои, Ёж Кирюха да Медведь Потап, Не помогут, Лежебоками стали. Глаза у них жиром заплыли. Хи-хи-хи-хи. А вот скоро зима придет, Сказал заяц Коська, И я белую шубу надену. Ты видна будешь, А меня от сугроба не отличишь. Хи-хи-хи, Показала зубы лиса Лариска, Не доживешь ты до зимы, Под караулю я тебя и съем. Хи-хи-хи. Побежал заяц Коська домой. Ну, подумал он, Раз лису Лариску трудно стало От листьев отличить, Так и не буду я по лесу ходить, Лучше голодным перележу. А в крайнем случае в поле сбегаю. Там все-таки далеко видно. Так и сделал. С утра до обеда лежит Лиса Лариска в желтых и рыжих листях, Зайца караулит. Нету его. От обеда до вечера По лесу бегает. Ищет. Нету и нету. Так и не поймала она до зимы Зайца Коську. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok